Столкновения 29 апреля на таджикско-киргизской границе начались снайперским выстрелом. Многие из убитых Таджикистаном также стали мишенями для Кыргызстана. Бахавадин Бахадурзода, мэр Исфары, был арестован агентством «Спутник Таджикистан» ясным майским утром перед зданием мэрии Исфары. Он разговаривал на улице с гостями из Худжанской и Исфаринской общин. После того, как он был ранен, ходили слухи, что мэр Исфары был застрелен снайпером, и главный вопрос был, кто вас стрелял? «Да, я был ранен снайперской пулей», — сказал он. Пуля вошла с левой стороны моей груди и попала в правую сторону. «Его извлекли врачи Худжанда», — сказал Бахавадин Бахадурзода. Мэр Исфары выглядит тихим человеком. Несмотря на то, что он перенес две операции, старик все еще ходит. Нельзя сказать, через какой ужас он прошел, и сколько шагов он был на грани смерти. Но на месте происшествия мы услышали шокирующие истории и с этой главы. «Стреляй в лоб», — ранее, СМИ сообщали о присутствии отряда «Скорпион» Минобороны Кыргызстана, снайперы которого 13 марта 2019 года обстреляли Хусейнхона Хакимова, 43-летнего жителя Ходжа-Ало, а 14 марта того же года Рафахедин Тишаев, 26-летний житель таджикского села Джамаат Аварух. Но в тот день, 29 апреля, снайперы нанесли ответный удар. Спутник Таджикистан получил интересную информацию из интервью с родственниками погибших и местными властями в Исфаре. По словам очевидцев, у плотины Головное в селе Ходжа-Ало снайпер застрелил таджикского пограничника Хасана Акбарова, сопровождавшего мэра Исфары Бахавадина Бахадурзода. Хасан получил два огнестрельных ранения на теле. Одна пуля попала ему в спину из правой руки, а другая из области под сердцем, — сказал его брат Идебек Акбаров. В селе Головное еще один пограничник, Абдуло Саидов, был убит выстрелом в голову, и солдату Аследину Абдузамонову ранили глаз. А в селе Чоркишлак из Фаринского района Шахраки был убит пограничник Мехрузидин Балтаев. Выстрелил в лоб. Он хотел помочь раненому солдату, которого застрелил снайпер, — сказал его отец Мухридин Балтаев. Хасан Хон Шаропов, 1989 год, житель Масджид Мийона, и солдат Нусратулон Абиев, 2001 год, житель Саманьон, также были застрелены недалеко от базы таджикской пограничной службы в селе Саманьон. Снайперы, в частности, целятся в активистов и военных. Например, Хаким Байниозов, 1982 год, житель Ибада Файзулоева, молодого активиста, некоторое время подвергался преследованиям, со стороны кыргызов. Когда он находился в районе Кахкир в Черкухе, его опознали среди нескольких человек, и он был ранен снайпером в живот, — сказал Усман Каримов, житель Черкуха и очевидец. 29 апреля снайпер застрелил у Меджона Юсуфова, жителя Джамаата, Овчекалача, Бабаджон, Гафуровского района, который также был активным молодым человеком в селе Галача. Ее убили умышленно. Из четырех человек, присутствовавших на месте происшествия, снайпер нацелился на него. Пуля попала ему в сердце, — сказал Абдураби, родственник. Между тем, киргизские СМИ также сообщают о причастности таджикских снайперов и их жертв. Сбор информации с обеих сторон показывает, что столкновения на границе 29 апреля были в какой-то степени снайперской гонкой с обеих сторон, очень кровавой и трагической гонкой. Иностранные снайперы-женщины, ранее Хуршет Мухаммадзода, командующий силами быстрого реагирования МВД или ОМОН, подтвердил наличие снайперов в вооруженных силах Кыргызстана, заявив, что большинство убитых с таджикской стороны были убиты выстрелами в лоб и что только профессиональные снайперы могли ударить по площади. Точно показать человека. Военные говорят, что помимо ударов по конкретным частям тела, еще одним свидетельством того, что снайперы были убиты снайперами, является то, что пули снайперской винтовки отличаются от обычных пуль. Например, их размер и геометрическая форма различны, и часто они даже не окрашиваются, потому что баланс их веса не меняется по мере их движения к цели. «Такие пули производятся в специальных лабораториях», сказал военный специалист. Наши собеседники в Ходжи-Ало рассказывают историю присутствия и убийства трех женщин-снайперов, две из которых были гражданками Украины, а одна была гражданкой Кыргызстана или Казахстана. По их словам, именно украинцы поселились на склонах головной плотины, ранив мэра Исфары и убив жителей Чоркуга, а также офицеров и солдат таджикских пограничников. Два года назад они работали в этом районе в составе банды «Скорпион» Минобороны Киргизии. Эта информация была получена через наши разведывательные источники в приграничной зоне Кыргызстана в 2019 году. «Мы также преследовали их», сказал активист Черкуха, который не пожелал называть своего имени. Однако, по данным местных источников, боестолкновения 29 апреля положили конец жизни украинских женщин-снайперов. Когда они под давлением таджикских военных отступили из головного в село Кокташ и заняли позиции возле пограничного поста Душанбе, недалеко от микрорайона Самонион, они были обнаружены и убиты таджикским снайпером. Один стоял на Тополе, другой — на Абрикосе в Кокташе. «Когда их местонахождение было установлено, они были убиты нашим снайпером, рядовым полицейским», — сказал Усмон Каримов. По его словам, кыргызский или казахский снайпер, который также находился на саперном дереве, был убит таджикским пограничным снайпером. «Информация об иностранных женщинах-снайперах, их присутствии и действиях в пограничной напряженности между Таджикистаном и Кыргызстаном официально не подтверждена, но достижения снайперов в приграничных столкновениях задокументированы. В то же время сохраняется риск того, что кто-то случайно станет мишенью снайперов на таджикско-киргызской границе». Собеседники «Спутник Таджикистан» постоянно подчеркивали, что все передвижения в населенных пунктах Шахрак, Сурх, Чаркух и Варух контролируются снайперами, дислоцированными в окружающих горах, и никто не должен провоцировать их противоправными действиями. Пограничные столкновения начались во второй половине дня, 29 апреля, в селе Ходжи-Ало, Джамаата, Черкух, из Фара и недалеко от поселков Шахраку-Сурх и Варух этого города, а вечером того же дня в поселках Авчикалача. Ихистиварс Бабаджон-Гафуровского района, по официальным данным, в тот день в ходе столкновений погибли 19 человек, в том числе 9 мирных жителей и еще 10 солдат и офицеров. Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...